Вот так из переработанного пластика делают дорожную плитку. Руководитель компании уже не первый год внедряет раздельный сбор мусора, но последние полтора есть проблемы с его же сбором. Нам необходимо сырье. Как вы знаете, с прошлого года началась мусорная реформа и теперь всеми отходами заведует региональный оператор. Дальше клубок вопросов перенесли в зал совещаний. В Татарстане работают два регоператора. В Закамье это гринта. Полтора года на рынке, изменения только в тарифах, уверяют депутаты госсовета. На это представитель регоператора озвучивает 10 проблем, мешающих работе. Нам поступает огромное количество жалоб от потребителей, потому что ни один из государственных или муниципальных органов сведения о количестве прописанных лиц не выдает. А мы начисляем плату за услугу, исходя из количества прописанных лиц. Особое негодование вызвало то, что начисление платы за вывоз мусора просят сделать, исходя из квадратных метров жилья, а не количества проживающих. Так если будем жить, мы, значит, знаете, докуда мы дойдем с народа, значит, сколько денег будем отдирать. Поэтому должен быть у каждого нормального, как коммерческого предприятия, должен быть и респектный инвестиционный план развития. Без тарифов, за счет резервов, которые сегодня есть. Комплексы по переработке не просят и сами готовы заплатить. Пусть 60 копеек за килограмм бумаги, но все же. Однако сейчас есть одна проблема. Мусор от бака переезжает только на полигон. Ни о какой сортировке речи нет. Региональные операторы построили свой бизнес на тарифе. Тариф поступает автоматически, а раздельный сбор требует положения для развития. Им проще вообще ничего не делать, а просто обеспечивать транспортировку мусора на полигоны. А рекоператор уверяет, проблем, чтобы договориться нет. Отсутствует запрет переработчиков торсырья на заключение договора с мусоросортировочными комплексами, которые действуют в городе Набережные Челны. Свой грустный итог подвел и мэр города, сказав, что в городе недостаточно контейнеров, нет хороших подъездных путей для мусоровозов и огромное количество несанкционированных свалок. А впереди избирательная кампания и спрос от населения точно будет. Можно чего угодно обещать, а деньги сегодня собираем. Поэтому я считаю, мы по отношению к гражданам нашей республики не очень до конца правильно поступаем. Мы говорили, но надо же по этапам тогда двигаться. Такую же встречу депутаты госсовета планируют провести и в Казанской зоне с ПЖКХ. По итогам решат, нужна ли помощь законодателей для слаженной работы новой системы. Алия Хайрудинова, Александр Лабанов, Рамиль Закиев, ТНВ. Набережные Челны. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843-5-705-100.